всем привет из atelier loud sound у нас сегодня обычный обзор про обычную 320 полноприводную бмв в м-пакете которая приехала к нам на доработку штатной аудиосистемы штатные аудиосистемы в бмв без доп оснащений обычно нравится или глухим людям или людям которые слушают на них только радио используют их как как bluetooth кто хочет музыку послушать к сожалению бмв вот столько не может предложить аудиосистему там более-менее хотя бы подходящую к даже самым низким запросам владелец этого автомобиля не был исключением решил музыку доработать в итоге в этот автомобиль мы все установили в штатные места единственное что выдает этот инстал это сабвуфер коробе стелс в багажнике сейчас мы вам его покажем и усилители под задней полкой если если заглянуть давайте посмотрим вначале на сам автомобиль у нас бмв 320i полноприводная в м-пакете с новой с новой оптикой уже что такое м-пакет м-пакет у нас как правило это тупо бамперы м черная радиаторная решетка буква м на крыле накладки м на порогах задний бампер также было установлено еще две трубы кастомная выхлопная система стоит машина рычит у нас приятно и собственно руль самое самое приятное в м-пакете это то что вы каждый день держите в руках когда ездите в этом автомобиле могут быть там бампера какие угодно но вот самое главное мне кажется это руль супер приятно на ощупь руль ну соответственно с буквой м здесь раньше на предыдущих м рулях еще была строчка цвет час рули выглядят вот так если этот руль купить как доп опцию вы отдадите около 50 тысяч рублей ну по-разному люди находят можно где-то и за 30 найти в среднем такой руль стоит от 40 до 50 зависимости от того будет ли там подогрев лепестки и так далее давайте перейдем собственно к самой аудиосистеме под капот идем под капот чтобы открыть под капот здесь надо дернуть ручку а потом дернуть ее еще раз в копейке точно так же я долго не мог открыть капот если вы не посмотрите что там на ручке написано или вам не подскажут вы можете капот не открыть здесь у нас показать вообще ничего то есть если у нас обычно хотя бы аккумулятор стоит у нас здесь нет даже аккумулятора сейчас у нас здесь клемма для того чтобы кого-нибудь прикурить или зарядить автомобиль плюсовая минусовой по моему нет да тут поза кузов есть минус вот здесь вот сделано мотор у нас стоит twin power turbo они так называют twin power очень часто путают думают что это две турбины стоит это не так это какая-то там с двойной камерой турбина короче двойной производительности они вот это обозвали twin power многие владельцы бмв думают что у них две турбины стоит это не так и нормально закрыл теперь собственно аудиосистема акустические системы стоят все полностью штатных местах покажи смотреть не на что я покажу где приложу фотки у нас под сиденьем находятся 16 сантиметровые с завода мидбасы которые были заменены на 20 сантиметровые полностью весь комплект у нас называется gladden extreme специально для бмв gladden делает такие комплекты и звучат они конечно же гораздо лучше как минимум за счет того что у нас большего размера стоят мидбасы и очень часто в бедных комплектациях на бмв нет даже твиттеров в дверях то есть покупая такой кастомный комплект вы как минимум поднимаете сцену у нас был обзор мы в копейке штатную музыку заменяли на кастомную mtx ставили и дима от бекренев подслушивал ее там есть заключение насколько это влияет на звук посмотрите очень интересный обзор примечательно вот эти уголки если вы захотите купить с подготовкой под музыкой под музыку то есть сеточками на копейке и на тройке вы отдадите от 10 до 15 тысяч рублей вот просто за вот эти рамки потому что они цельные на пятерке же уголки идут отдельно и стоят они по 1000 рублей за штуку то есть вот такая разница в семь восемь раз в цене на тройках и на копейках дороже далее в двери у нас стоит 10 сантиметровый среднечастотник который в принципе имеет довольно широкую полосу в этой системе он порезан на 200 герц можно даже и ниже если очень громко слушать не хочется и твиттер в штатном месте то есть в передней части салона у нас инсталляцию ничто не выдает кстати обратите внимание вот я в обзоре своей пятерки рассказывал про вот эту опцию эта опция и она дорогая это называется shadow line если вы эти штучки захотите купить черный вы отдадите я не знаю если честно сколько на тройку на пятерку они стоят 40 тысяч вот этим молдинги стоят 40 тысяч рублей вот эти вот их ноги пленкой перетягивают кстати тут перетянуто или куплено куплено 40 тысяч рублей давайте посмотрим что у нас сзади сзади у нас коробе стелс с подсветкой установлен сабвуфер audison вотча настроили кстати говорят войс правильно вот было бы правильно если бы это было по-английски но так как это итальянцы они назвали это в очереди это итальянское слово и собственно вот вот так выглядит аудиосистема если вы захотите увидеть больше то нужно заглянуть вот сюда и тогда мы увидим усилители и процесса звук в этой аудиосистеме реализован через процессор audison бит н и установлено два усилителя аудиосистема р-серии двухканальник и четырехканалник двухканальник мостом на сабвуфер четырехканальник на всю переднюю акустику twitter и средний частотник у нас порезаны через штатный кроссовер mid bass напрямую от усилителя покажу вам сейчас настройки процессора и также у нас в этом автомобиле установлена nbt нового поколения nbt evo и так установлена система nbt в ней у нас стоит более продвинутое головное устройство широкий экран навигация жесткий диск и так далее у нас здесь не просто nbt у нас здесь nbt evo у нас более красивое меню и есть дополнительные функции такие вот например как apple carplay и вот здесь вот эта удивительная вещь которая меня удивила дело в том что apple carplay даже как написано было на официальном сайте я давно не читал она работает только по шнурку у нас в данный момент телефон подключен по bluetooth и apple carplay работает я это определил совершенно случайно мне об этом никто не говорил что они теперь работают без шнурков я просто отсоединил телефона у меня продолжила играть музыка увидел что он за connection и также у нас работает голосовой помощник сири он работает отлично сейчас проверим напиши сообщение тигран вот сейчас мы проверим сири на то насколько быстро она может распознавать речь то есть мы сейчас вообще очень быстро говорим и полную билиберду 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 запятая точка восклицательный знак смайлик тигран привет если ты читаешь это сообщение то есть и сейчас работать на совершенно другом уровне и охренею если честно если она всю эту тебе напишет а вот сейчас мы проверим сири на то насколько быстро она может распознавать речь то есть мы сейчас вообще очень быстро говорим не полный билиберду 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 смайлик тигран привет если ты читаешь это сообщение то сейчас работаю на совершенно другом уровне и охрене если честно если она всю эту хуйню тебе напишет можно отправлять его до сообщение она может отправить не только отправлять но и читать но к сожалению вот на экран вы вывести сообщение не можете вы можете только попросить ее зачитать ее голосом и насколько я понял только сообщение которые новые да заткнись ты у нас здесь ужасные карты и в принципе это не страшно потому что у нас есть бмвшная навигация звонить мы можем отсюда аудиокниги подкасты ничего интересного вот этот значок youtube он не youtube на самом деле это просто плеер то что сейчас данный момент выполняется на айфоне можно посмотреть послушать работает все очень быстро и дублирует экран телефона вот видите я сейчас захожу в музыку появляется музыка захожу в карты он дублирует экран системы работать быстро интуитивно понятно вот что такое бмв не знаю сюда еще не заходил а ну это в родной nbt выйти в меню прямо отсюда сейчас выберем трек можем отсюда ставить паузу можем нажимать родную бмвшную паузу и она также будет включать выключать воспроизведение отсюда можно делать перемотку но вот перемотка работает ужасно мы его тут держим цифры полетели потом сбросились на ноль полетели опять опять сбросились на 0 5 полетели опять на 0 и вот теперь она только мотает нормально и быстро я не знаю почему так может это удобней ну вот вот перемотка есть проблемы давайте посмотрим настройки процессора так у нас каналы распределены следующим образом сабвуфер сабвуфером все понятно тыловой канал у нас подключен к мидбасам выставлены временные задержки относительно динамиков и сабвуфера и также вот я очень сильно намучился с аквалайзером здесь очень непросто получилось вывести музыку капризная аудиосистема друг с другом не могли спеться компоненты тупо и вот пришлось мудрить порядками из срезами эквалайзер муч передний канал у нас подключен к серединкам и твиттером между собой сигнала недель от кроссовером который был с ними в комплекте также выставлены задержки и вот самая главная задержка на сабвуфер он очень сильно оттягивал сцену назад прям локализовался в багажнике сабвуфер сейчас сыгран с медами ну а сцена у нас получается под под зеркалом вокал для водителя это хорошо для пассажира не очень ну в целом вот то что вы не можете никаким образом услышать в штатной аудиосистеме мы с помощью процессора можем сделать правильную сцену сделать центр по центру и сделать ее более шире выше ну давайте посмотрим удобно ли то есть вот отказ от шнурка это вообще суперфункция теперь теперь apple carplay вот в моих глазах очень сильно поднялся мне он очень не нравился но он не сейчас не нравится нельзя вывести видео на экран и нельзя почитать смски а так в принципе вот он ваш телефон теперь здесь по крайней мере аудиосистема давайте посмотрим насколько удобно сделана навигация в айфоне удобнее но в принципе в принципе нормально и воспроизведение сейчас вот опять глюк с перемоткой покажу теперь он мотает ну и также вот очень неприятная вещь это задержка смотрите я сейчас поставлю на паузу раз-два-две секунды у нас происходит вот когда мы снимаем с паузы листами на паузу раз-два вот такая неприятность есть ну то есть не все доработано ну если учесть учесть что это не по шнурку а по блютузу это здорово однако у него хватает быстродействия повторять вот такие вещи непонятно почему с паузы он снимается и ставится с задержкой сейчас посмотрим на айфоне да даже задержка у нас есть про нбти можно еще много рассказать я думаю может у нас отдельный будет обзор там или в рамках там машины какая-то будет заезжать в принципе я думаю на сегодня информации достаточно давайте теперь подведем итог так у нас получился очень такой интересный очень приятный проект ничего лишнего и очень завидую владельцу на самом деле это новая тройка двухлитровая трубовая в м-пакете мультимедийной системой nbt с кастомной музыкой и вот то что вы не можете получить опционально когда у дилера получаете автомобиль здесь стоит процессор которым вы полностью можете настраивать звук как тональную точность так и звуковую сцену в принципе не нарушена эстетика автомобиля только вот можно докопаться до чего-то сабвуфера в столскоробе но на мой взгляд выполнено очень круто еще и подсветку сделали подключиться эта инсталляция вышла чуть меньше 200 тысяч там около 190 это включая компоненты работу шума виброизоляцию и так далее кстати вот надо отметить очень хочется чтобы нас смотрел кто-нибудь из производителей у нас есть субтитры я вижу по статистике что нас смотрят из германии вот по обзору мерседеса было около 2000 просмотров из германии если вы работаете на заводе бмв пожалуйста вот напишите там хоть по-немецки хоть по-английски мы переведем почему бмв это автомобили премиум-класса как и mercedes в принципе они не оснащаются шумоизоляции то есть там в двери стоит вот такой вот кусочек шумки и это все не вибро не шумоизоляции дверь голая пустая жестянка вот это непонятно на самом деле здесь шумоизоляция проапгрейзена то есть не только улучшена музыкальная система но и просто комфорт от езды будет конечно же выше все это был канал аутсалунд если еще не подписаны подписывайтесь всем покажите громко ну а ну тигран что-то смс когда вы почитаем тигран докопался горит я очень быстро сказал всем пока живите громко всем покажите громко